Сорвал. Нарвал, сорвал. Хорошо, молодец, отлично, потрясли. 14 ноября во всем мире отмечается Международный день логопеда. Это профессиональный праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий. Кропотливый труд этих ценных специалистов помогает многим людям начать говорить правильно и чувствовать себя уверенно в обществе. В наше время нарушения речи у детей не только встречаются намного чаще, они имеют множество разновидностей, а значит требуют новых подходов и методов в их исправлении. Последнее тебе слово будет калькулятор. Отлично, давай пять, молодец. Как раньше это была дислалия, то есть ребенок не выговаривает звуки, дезортрия, у него нарушена иннервация. Сейчас это уже такие сложные нарушения. Сейчас логопедия отличается от того, что было 20 лет назад и даже 5 лет назад. Почему? Потому что сейчас стало очень много неговорящих детей. Какие у нас запросы в центре самые частые? Неговорящие дети, не говорят, не понимают. Школьники, которые не хотят учиться, писать правильно, считать. И тяжелое нарушение речи это дошкольники. После индивидуальной консультации подбирается соответствующая коррекционная программа. И для начала специалист выясняет, вследствие чего возник тот или иной дефект речи. Это связано с тем, как проходила беременность. Все ли было в порядке у мамы и у плода. Как проходили роды. Как проходил первый год жизни. Ползал ли ребеночек, не было ли тонуса. Какую он пищу пережевывал. Сейчас пища в основном жидкая. То есть ребенок не пережевывает, просто глотает. И, соответственно, здесь все слабое. И ребенок просто не может, соответственно, потом это проговаривать. Еще один важный момент – отсутствие достаточной физической нагрузки и движения. Подвижные игры, активность и общение должны быть в приоритете. А не гаджеты самого раннего возраста. 6 месяцев мамочка вместо того, чтобы играть с ребенком в ладушки когда-то, играли, да, кую-кую ножку, ползать с ним, бегать, прыгать. Что делают? Посадили, телефон поставили. Ребенок обездвижен. Дальше. Надо идти на улицу. Что? Быстренько ребенку ляп-ляп за ляпочки вот эти на ботиночках. Ему не надо завязывать шнурки, ему не надо застегивать пуговички. И, соответственно, не развиваются нейронные связи. К чему это приводит? Более тяжелым нарушением речи и проблемам в школьном возрасте – чтением и письмом. Эти проблемы напрямую связаны с нарушением концентрации внимания. И в этом случае используется нейрокоррекция. Это очень эффективный метод коррекционно развивающего воздействия на нервную систему ребенка. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодцы. Раз, два, три. Хорошо, Лизка, выше кидай. Раз, два, три. Я работаю с детками, у кого дезграфия – это нарушение письма, и дезлексия – это нарушение чтения. Оно проявляется в письме, например, в пропуске букв или в замене их, теряют детки окончания, читают медленно, додумывают окончания слов, пропускают целые слова. Это нарушение концентрации внимания. Как мы здесь им помогаем? Мы помогаем им на вот этих вот ковриках концентрировать внимание. Для этого мы используем несколько вариаций. Используем ручки наши и ножки, и специальные моторные программы. Суть этих моторных программ – чтобы каждое занятие использовать новую моторную программу, чтобы не было заучивания, чтобы работал весь мозг. Такая коррекция имеет подготовительный базовый уровень. Чем раньше начать занятие, тем она будет эффективнее. При первых звоночках, в случае нарушения речи, родители должны обратиться к специалистам. Если все их рекомендации будут учтены, прочтение скороговорки «корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали» будет делом совсем несложным.